Большие выборы. Последний раз всенародное голосование такого масштаба было 5 лет назад. Но на этот раз избирательных бюллетеней пермики получают еще больше. Сразу 6. По 2 на каждый уровень представительной власти. Муниципальной, региональной и федеральной. Я хотела понять, что это, как это выборы. Ну и как? Интересно. Ну, да. А для чего люди голосуют? Ну, чтобы понять, кто лучше, кого лучше выбрать. Кто сделает наш город лучше. Да. Кто будет о нашем городе заботиться. Я думаю, что будущее будет нормально, за кого я проголосовала. Есть такая вещь, как социальная ответственность. И довольно каждый гражданин своей страны должен ее нести. Только мы выбираем свое будущее. Многим требуется минут 5, чтобы сделать выбор. Поставить галочки рядом с теми фамилиями и названиями партий, кому было отдано предпочтение. Впрочем, есть и те, кто уже давно определился со своим выбором. В их числе и председатель регионального края совпрофа Сергей Булдашов со своей супругой. Сдачи сразу туда. Тем более понимаю, что уже знаю за кого, знаю, так сказать, кто они. И поэтому легко, на душе, светло и спокойно понимаешь, что отдал свой долг и сделал доброе дело. Я тоже такой человек политически активный, интересуюсь. Чтобы выборы прошли без эксцессов, на каждом участке дежурят сотрудники правоохранительных органов. А за ходом голосования и работой комиссии следят наблюдатели. Наши наблюдения таковы, что выборы на нашем участке проходят спокойно, размеренно. Никаких конфликтных ситуаций не было, все по правилам. Тем не менее, без нарушений не обошлось. Два десятка жалоб поступило в территориальные избирательные комиссии и под сотню в полицию. Но, как заявляют в крае избиркоме, подавляющее большинство из них несущественные и относятся к той категории, когда один кандидат жалуется на другого, а также к той, когда рядом с избирательными участками размещались агитационные материалы. И все это пресекалось чуть ли не моментально. Было задействовано 1838 избирательных участков, работало порядка 15 тысяч членов участковых комиссий. Собственно говоря, то, что мы декларировали еще год назад о том, что комиссии не будут инструментом политической борьбы, а по сути лишь будут выполнять функцию регулирования избирательного процесса, мы доказали на деле. Стоит отметить, что выборы 2016 стали самыми технологичными за последние годы. Так, например, почти на сотне участков были установлены так называемые КАИБы, автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней. А системой видеонаблюдения оборудовано 720 избирательных участков по краю, из них 406 в Перми. Все это позволяло в режиме реального времени отслеживать ход голосования и исключать возможные махинации. Ритис Бараускас, Евгений Гирев, телекомпания «Ветта».